Добровольческие уборки Добровольческие уборки Добровольческие уборки Ну, в тех местах, где уже убирались, например, Тверицкий бор, озеро Техас, парк судостроителей, Павловская роща, ну и другие вот места традиционного отдыха большого количества людей. Мы в этом году решили сделать год экологических праздников и год экологического отдыха. Ну, так у нас уже исторически сложилось. Поэтому в этом году мы лично ведем два основных проекта. А первый проект – это экологический лагерь, который будет проходить на территории Рыбинского муниципального района в Высоковском бору. Высоковский бор – это памятник природы, потрясающее место. Сосновый бор, берег Волги, песчаные пляжи. Мы даже не знали, что такие прекрасные места у нас есть вообще в Ярославской области. Ну, естественно, так как место красивое, потрясающее, близко достаточно к Москве и к другим туристическим объектам, там очень серьезно стоит проблема с замусоренностью и разовыми уборками. Эту проблему там не решить. Там нужна именно комплексная уборка огромного количества людей, либо долговременная уборка. И мы нашли партнера. И в Высоковском бору эта организация будет проводить экологический лагерь, 10-дневный, с 28 июня по 10 июля. Туда смогут приехать семьи, молодежь, пожилые люди с палатками. И там будет организована очень насыщенная программа. Где-то 2 часа в день будет топровольческая уборка. Все остальное время это образовательные, просветительские, спортивные, развлекательные и прочие мероприятия. Мы всех сердечно приглашаем. Будем рады всех видеть. Стоимость участия там 1500 рублей за 10 дней очень бюджетно. То есть, в принципе, любой человек себе может позволить. Берите палатки, приезжайте, будем вместе проводить лето. И второй наш проект, который, к сожалению, не касается Ярославской области, но организаторы находятся в Ярославской области этого проекта. Это экологический лагерь в горах Архызы. Это Северный Кавказ. Там будет тоже 10-дневный лагерь. Мы поедем в большой компанию из Ярославской области и соберем людей с других регионов России и иностранных волонтеров. И там будет очистка гор Кавказа, горный поход и тоже образовательная просветительская программа. Будем жить посреди горных рек, смотреть на прекрасные горы и наводить чистоту, общаться и хорошо проводить время. В течение уже многих лет существует областная целевая программа по обращению с отходами Ярославской области. Это программа, которая написана Департаментом охраны окружающей среды и, наверное, еще какими-то другими органами. И которая предполагает планомерное внедрение раздельного сбора в принципе в Ярославской области теми или иными способами. Многие регионы, большинство регионов Российской Федерации даже таким похвастаться не могут. В Ярославле около 150 мест для раздельного сбора отходов существует. То есть это контейнеры, есть маленькие контейнеры, есть большие контейнеры. Не скажешь, что они совершенны, что они, скажем так, разумны, идеальны, но они существуют. То есть простой человек, житель Ярославля и некоторых районов области может мусор раздельно сдать. Как говорят фирмы, которые поставили эти контейнеры по собственной инициативе, за собственные денежки, практически без поддержки властей, проблем с дополняемостью контейнеров у них нет. У них проблемы с тем, что это вторсырье стоит очень дешево. То есть для них эти проекты на данный момент убыточны. Со временем, опять же, благодаря, мы надеемся, вмешательству государства, будет какое-то регулирование, скажем так, цен на вторсырье, которая позволит эти цены поднять, то есть есть такой, которая позволит эти цены поднять, и фирма будет выгодно работать. То есть та инфраструктура, которая сейчас есть, уже будет использоваться, уже в более, скажем так, при прибыльном бизнесе. Есть такое понятие, например, как залоговая стоимость тары. Смысл в том, что производитель, когда производит, предположим, бутылочку, да, там, или баночку, в стоимость этой баночки, в себестоимость, уже закладывает стоимость утилизации этой бутылочки. Соответственно, потом, когда к нему коммерческая фирма привозит эти бутылочки, он уже фирме платит эти деньги. То есть конечным объектом, который оплачивает затраты на утилизацию этой баночки, является простой человек, который покупает эту баночку. Эта система должна заработать так, в принципе, как это работает, например, в Европе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас у нас в городе принимают преимущественно стекло, макулатуру и пластиковые бутылки. Остальные виды отходов, к сожалению, на данный момент не принимаются. После этого человек может собирать отходы у себя дома отдельно. У меня практика такая, что я не ставлю эти три отдельных урна, да, под макулатуру, под стекло, под пластик. У меня есть просто пакетик и коробочка. В пакетик я складываю пластик, стекло, в коробочку складываю бумагу. Когда она накапливается, я уже просто досортировываю в момент уже выноса и раскладываю по отдельным контейнерам. Здесь в торсуре оно все чистое, поэтому никаких проблем не возникает. У многих людей есть такое возражение, у нас там кухня 6 квадратных метров, куда же мы эти ваши три ведра поставим? Ну, как бы все очень просто, то есть не обязательно три ведра, да, то есть возьмите одно ведерко, да, туда складываете все в торсуре, потом досортировываете в момент выноса и все. Подготовка для задачи достаточно простая. Помыть пластиковые бутылки, можно сжать и крышечку снять. Макулатура, в принципе, ее берут всякую, то есть в том числе и картон, и макулатуру, особых требований нет. С теми фирмами, с которыми мы работали, никто не просил от нас каким-то образом выковыривать скрепочки или какие-то другие вещи. То есть, в принципе, они брали все. У них, видимо, система обработки макулатуры, ну, построена таким образом, что, в принципе, они эти фракции извлекают каким-то другим способом. Этикеточки ни с пластиковой, ни со стеклянной бутылки очищать не надо, потому что их все равно моют. Вот, некоторые бутылки даже дополнительно бьют стеклянные, потому что там тоже есть свои особенности этого стекла. И, ну, короче, фирма, которая принимает в торсуре, сама в данном случае в нашей области это все сделает. Мы пообщались с заводом «Чистый город» и узнали, что у них есть определенный тариф на утилизацию отходов. Управляющие компании возят свои отходы на данный завод. Мы предложили данному заводу и нашему департаменту регулирования тарифов, или как-то он так называется, сделать определенную стимулирующую норму. Сделать так, чтобы те отходы, которые привозятся на «Чистый город», уже отсортированные, например, отдельно в торсуре, отдельно прочие отходы. От управляющих компаний шли по более низкому тарифу. Это мы хотели таким способом простимулировать управляющие организации у себя ставить контейнеры для раздельного сбора, хотя бы двухфракционный сбор. Одна фракция – это вторсырье, пластик, стекло, предположим, чистое. Да, вторая фракция – все, что попало. Ну, естественно, мы столкнулись с определенными нормативными ограничениями. То есть письмо мы написали, и нам департамент регулирования тарифов сказал о том, что, к сожалению, они такой тариф принять не могут, потому что там у них есть свой регламент и так далее, свои правила. И пока это немножко, скажем так, опять в подвешенном состоянии. Но мы такую идею подкинули, почему бы и нет. Там все это разлагается, все это перемешивается, происходит неконтролируемое химическое соединение. В несанкционированных и должным образом необеспеченных полигонах это все попадает в грунтовые воды, потихоньку уходит в поверхностные воды, попадает в нашу воду, в наш воздух. Кроме того, в полигон они практически постоянно горят. Например, если вот ехать на Переславль, то можно при подъезде в Переславль постоянно ощущать запах, от которого просто переворачивают. У нас такие проекты есть, и они, скажем, по нашим данным, даже в данный момент активно лоббируются. Мы очень сильно этого боимся, что эти проекты вообще будут реализованы. Почему? Потому что есть ряд факторов. Первый фактор – качество вообще работы. У нас в России, скажем так, не поставлена по-человечески система общественного контроля. То есть, даже если такой завод будет построен, даже если он будет построен по всем, скажем так, нормам, там, японским или европейским, мы очень сильно сомневаемся, что все нормы эти будут соблюдаться. Почему? Потому что, как правило, эти объекты закрыты, контролировать их некому, цифры приписываются, там, сказочки сочиняются, а процесс идет. То есть, мусоросжигание, на самом деле, это очень, ну, как бы, процесс опасный. Почему? Потому что, если это выполнять не по нормам, да, некачественно, соответственно, в воздух будет попадать все то же, что попадается с полигонов, да. Вот, то есть, диоксины и другие вредные соединения. Диоксины – это вещества, которые способствуют образованию раковых клеток. Вот. В чем еще, на наш взгляд, неправильность вообще мусоросжигательных заводов? В том, что отходы перед тем, как их сжигать, все равно придется сортировать. Потому что отходы, которые перемешаны, ну, представьте, пищевые отходы, перемешаны с пластиком и со стеклом, ну, стекла там, наверное, не будет, но, в общем, в любом случае сортировать. Как их вообще можно сжечь? Сколько нужно тепловой энергии для того, чтобы сырые, там, бананы, да, арбузы, да, сжечь? То есть, экономически, ну, на наш взгляд, мусоросжигательный завод нецелесообразен. Почему? Потому что нужна досортировка, нужны дополнительные затраты на сжигание энергетические, и, ну, как бы, плюс опасность вот этих вот отходов, которые попадают в воздух. Почему бы не строить именно мусоросортировочные заводы, качественные, да, в которых та же самая будет мусоросортировка, да, и полезные фракции не сжигаться будут, а перерабатываться. То есть, это же, ну, как бы, ценный ресурс, который можно в дальнейшем использовать. Поэтому я лично резко против мусоросжигательных заводов, да, мы будем стараться, ну, в меру наших сил и возможностей, да, общественных, каким-то образом этому препятствовать. Но мы, конечно, понимаем, что силы не равны, да, но мы, как бы, будем бороться.